Девушки отдыхают Барышня. Чрезвычайно взволнована и непременно желает видеть меня. Она в гостиной. Знаете, если молодые барышни в такой ранний час бродят по столице и будят спящих, то, вероятно, хотят сообщить им что-нибудь особенно важное. Если дело окажется интересным, вы, наверное, захотите принять в нем участие. Поэтому я решился разбудить вас. Благодарю вас. Благодарю вас, мой друг. Мне было бы жаль пропустить интересный случай. Я быстро оделся, и через несколько минут мы входили в гостиную. Сидевшая у окна дама в черном платье и под густой вуалью встала, увидев нас. Доброго утра, сударыня. Я Шерлок Холмс. Это мой друг и компаньон доктор Ватсон. Пожалуйста, сядьте поближе к огню. Я велю подать вам чашечку горячего кофе. Вы дрожите. Ну, ну, читай дальше. Ну, вот здесь. Что ты замолчал? Дальше говорим дама. Ну, и читай за даму. Я за даму. А почему? От страха. От ужаса, мистер Холмс. При этих словах она подняла вуаль, и мы увидели взволнованное бледное лицо с беспокойными, испуганными глазами, похожими на глаза животного, которого преследуют охотники. По лицу и по фигуре ей было лет 30, но в волосах пробивалась седина, и вся она казалась усталой и изможденной. Не бойтесь. Мы поправим все дело, я уверен в этом. Вы приехали утренним поездом. Разве вы меня знаете? Нет, но я вижу у вас обратный билет в левой перчатке. Вы рано выехали, и вам пришлось ехать в Тарантасе по тяжелой дороге. Барышня вздрогнула и с изумлением взглянула на моего приятеля. Он проговорил, улыбаясь. Тут нет ничего таинственного. На левом рукаве вашей кофточки по крайней мере семь пятен от грязи, пятна совсем свежие, и так забрызгаться можно только сидя в Тарантасе и то по левую сторону кучера. Вы правы. Я выехала из дома раньше шести часов и отправилась с первым поездом в Атерлоу. О, сэр, я не могу больше вынести этого. Я с ума сойду, мне не к кому обратиться. Сэр, не можете ли вы помочь мне или хотя бы пролить немного света в окружающий меня густой мрак? В настоящее время я ничем не могу вознаградить вас, но через месяц я выйду замуж. Тогда я смогу распоряжаться своим состоянием, и вы увидите, что я не окажусь неблагодарной. Расскажите, пожалуйста, все по порядку. Послушай, я один уже прочитал целую страницу за двух действующих лиц. Что ты делаешь? Я слушаю, очень интересно. Читай, пожалуйста, дальше. Нет, нет, давай. За миссис Тонер читай дальше ты, а я буду продолжать Холмса. Давай. Ну, как скажешь. Итак, на чем мы остановились? Вот, 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 вот. Расскажи, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, мисс Тонер, все по порядку. Увы. Весь ужас моего положения состоит именно в том, что страхи мои и так неопределенны, а подозрения основаны на таких мелочах, которые кажутся ничтожными. Но я слышал, мистер Холмс, что вы можете заглянуть в глубину души всякого злого человека. Вы можете посоветовать, что делать мне среди окружающих меня опасностей. Я весь внимание, сударыня. Меня зовут Елена Стонер. Я живу с отчимом, последним представителем одной из старейших саксонских фамилий в Англии, Ройлотов и Стокмороне. В былое время Ройлоты были одними из богатейших людей Англии. Но в прошлом столетии четыре поколения вели расточительный, распутный образ жизни, а во время регенства фамилия окончательно раздорилась, благодаря страсти к игре одного из ее членов. «Осталось только несколько акров земли, да старинный двухсотлетний дом. Мой отчим занял денег у одного из своих родственников, выдержал экзамен на доктора и уехал в Калькутту». «В Калькутту?» «Да. Благодаря своему искусству и силе характера он составил большую практику, но в припадке гнева, вызванного какой-то кражей в доме, он избил до смерти своего слугу-тусемца и едва избежал смертной казни за убийство». «За убийство?» «Да, да, да. Ему долго пришлось сидеть в тюрьме. В Англию он вернулся угрюмым, разочарованным человеком». «Сударня, ваш кофе стынет. Подкрепитесь, пожалуйста, и продолжайте. Я весь внимание». «Благодарю вас. В Индии доктор Ройлот женился на моей матушке, молодой вдове. Сестра моя Юля и я были близнецами. Нам было по два года, когда матушка второй раз вышла замуж». «Торой раз?» «Да, да. У нее было значительное состояние около тысячи фунтов дохода. Весь этот доход она отказала доктору Ройлоту с условием, что в случае замужества какой-либо из нас, он должен выдать нам известную сумму, довольно большую, сэр. Мать умерла вскоре после нашего возвращения в Англию, а доктор Ройлот поселился с нами в своем родовом имении. Денег, оставленных матерью, хватало на все наши нужды, и, казалось бы, мы могли жить счастливо». «Успокойтесь, успокойтесь, продолжайте». «Да, да. Но как раз в это время страшная перемена произошла в отчиме. Вместо того, чтобы завести знакомство с соседями, которые в первое время были очень довольны возвращением последнего из Ройлотов в свое имение, он заперся у себя в доме и редко выходил оттуда. А если и выезжал, то сейчас же задевал крупную ссору, с кем попало. Вспыльчивость, доходившая почти до мании, была в характере всех Ройлотов. Произошло множество безобразных столкновений, два из которых закончились разбирательством в суде. Наконец, он навел такой ужас на деревенских жителей, что все разбегались при его появлении, так как он человек страшной силы и необузданной вспыльчивости. «Вот он, типичный англосаксонский характер. Нота бене, Ватсон, нота бене». «Ох, сэр, единственные его друзья – бродячие цыгане. Он позволяет им раскидывать шатры на своей земле и иногда живет у них в шатрах. Он очень любит индийских животных, которых ему присылают из Индии. В настоящее время у него есть павиан и пантера, которые на всех наводят страх». «Из моих слов вы можете заключить, что нам с Юлией жилось невесело. Ей было только 18 лет, когда она умерла, но волосы у нее начинали сидеть, как теперь у меня». «Так ваша сестра умерла?» «Она умерла два года тому назад, за месяц до своей свадьбы». «Пожалуйста, расскажите все подробности, пожалуйста». «Мне легко это сделать, так как все, что произошло в этой ужасной войне, запечатлелось в моей памяти. В ту ночь доктор Ройлот рано ушел к себе». «Простите, мисс Стоннер, ваш отчим не возражал против свадьбы?» «Нет, хотя чувствовалось, что он не очень доволен. Так вот, он рано ушел к себе, но мы знали, что он еще долго не ложился, так как до сестры доносился запах крепких индийских сигар, которые он обыкновенно курил». «Ватсон, крепких индийских сигар? Продолжайте». «Она пришла ко мне, и мы стали болтать о предстоящей свадьбе. В 11 она пошла к двери, но вдруг остановилась и спросила, «Елена, ты никогда не слышишь ночью свиста?» «Ну, продолжай. Кто-то остановился». «А кто будет читать за сестру?» «А я буду читать за сестру. Как ее зовут?» «Юлия». «Хорошо. Где ты остановился?» «Вот отсюда. Разговаривают две женщины». «Елена, ты никогда не слышишь ночью свиста?» «Никогда?» «Не может быть, чтобы ты свистела во сне, не правда ли?» «Конечно, нет. Почему ты спрашиваешь это?» «Потому что вот уже несколько дней, около трех часов утра, я слышу тихий свист». «Холмс встал с кресла». «Что?» «Холмс встал с кресла». «Я сплю очень чутко и просыпаюсь от этого свиста. Не знаю, откуда он доносится, из соседней комнаты или служайки. Я хотела спросить тебя, не слышала ли ты этого свиста?» «Нет. Должно быть, это свистят цыгане». «Возможно. Но я удивляюсь, как ты этого не слышала». «Я сплю крепче тебя». «Пожалуй, это пустяки. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». «Заметьте, Ватсон, они спали в разных комнатах». «В ту ночь ветер в саду завывал с особенной силой». «Ну давай, 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 ветер, ветер. С особенной силой». «Где-то недалеко выл гепард». «А как водит гепард?» «Не знаю». «Часы пробили три». «Ну, это можно сделать». «Отчаянный, полный ужаса, женский крик». «Давай». «Моя сестра. Я узнал ее голос. Я вскочила с постели и выбежала в коридор. Когда я открыла дверь, я услышала тихий свист, про который говорила мне сестра. А затем звук, как будто отпадение какого-то металлического предмета. Я увидела на пороге сестру с бледным, от ужаса лицом, с протянутыми руками. Она качалась, как пьяная. Я бросилась к ней, но в это мгновение у нее подкосились колени, и она упала на пол, корчась от невыносимой боли. Я нагнулась к ней. Она вскрикнула голосом, который я никогда не забуду. «Боже мой! Это была лента! Пестрая лента!» «Пестрая лента?» Она хотела еще что-то сказать, указывая по направлению комнате доктора, но с ней сделались конвульсии, и она умерла, не приходя в сознание. Ваша сестра была одета? Нет, на ней была ночная рубашка. В правой руке она держала обуглившуюся спичку. Это показывает, что она зажгла огонь, когда услышала шум. Что же могли означать слова о пестрой ленте? Иногда мне кажется, что это был бред, а иногда я думаю, что эти слова относятся к цыганам. Их женщины носят пестрые платки на голове. Очень темное дело. Продолжайте, пожалуйста. С тех пор прошло два года. Жизнь моя стала еще вскучнее и однообразнее. Но вот несколько месяцев назад один очень хороший человек сделал мне предложение. Отчим ничего не имеет против замужества. Но два дня тому назад в моей комнате начался ремонт. И я вынуждена временно жить в комнате сестры и спать на той кровати, где умерла она. На той самой кровати? Представьте себе мой ужас, мистер Холмс, когда вчера я услышала тот тихий свист, который был предвестником смерти моей сестры. Я вскочила с кровати, зажгла лампу, но в комнате ничего не было. Я была слишком потрясена, чтобы снова лечь спать, а утром я осторожно выскользнула из дома и приехала к вам. И умно поступили. Очень темное дело. Необходимо немедленно ехать в Стокморен. Я должен осмотреть все на месте, нельзя терять мури. Отчим говорил, что сегодня поедет в город. По всей вероятности, его не будет дома целый день. Превосходно. А вы что намерены делать вместе? У меня есть кое-какие дела, но я возвращаюсь 12-часовым поездом и встречу вас. Ждите нас вскоре после полудня. Что за шум там на лестнице? Какой мерзавец ломится в двери? Давай ломись, ломись, врывайся! Мне нужен господин Холмс! Отчим, мой отчим! Воскликнула мисс Тонер. Он не должен видеть меня здесь. Не волнуйтесь, вас никто не тронет. Пройдите, пожалуйста, в ту комнату и закройте за собой двери. Вот так. Который из вас Холмс? Это мое имя, сэр. Но я не знаю вашего. Ройлот! Я доктор Гримсбер Ройлот из Стокморена. Очень рад. Садитесь, пожалуйста, доктор. Не стану я садиться. Здесь была моя падчерица. Я выследил ее. Что она вам говорила? Что-то не по сезону холодная нынче погода, Ватсон. Вы не находите? Что она вам говорила? Впрочем, я слышал, крокусы будут отлично цвести, Ватсон. Ага. Вы хотите отделаться от меня? Знаю вас, подлеца, вы любите совать нос в чужие дела. Вы удивительно приятный собеседник, мистер Ройлот. Выходя отсюда, закройте дверь. А то право же сильно сквозит. Я выйду отсюда только тогда, когда выскажусь. Не вздумайте вмешиваться в мои дела. Горе тому, кто станет у меня на пути. Глядите! Не поднайтесь мне в лапы. Будьте здоровы, мистер Ройлот. Смотрите, не простудитесь. Погода нынче скверная. Всего хорошего. Мисс Тоннер, вы можете выйти. Какой ужас. Он выследил меня. Что делать? Не волнуйтесь. Мы поможем вам. Доктор Ватсон, вы не откажетесь поехать с нами в Стокморн? Я к вашим услугам, господа. Мы должны ехать немедленно. Револьвер да зубная щетка. Вот все, что нам понадобится. Поехали? Поехали. Поехали? Поехали. 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 Поехали.